Добрый день друзья с вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Всегда с огромной радостью и с чувством собственного достоинства я вам показывала свой перчик. Я всегда радовалась не только богатому урожаю, но и большим размером самих перчинок. Обрабатывала свой перец я только натуральными средствами, сделанными своими руками. Это может быть зеленое удобрение, зола. Я мелом раскисляла почву, вот пятнышки видите сверху я опрыскивала его. В общем все делала самыми безопасными средствами. И в общем-то перчик меня благодарил такому бережному отношению к себе, хорошей урожайностью. Я уже много перца заморозила, я уже законсервировала, я уже жду когда у меня покраснеют более поздние сорта. Вот смотрите уже начали краснеть у меня перчики. В общем все шло хорошо. Два ряда у меня засаженного перца никаких признаков заболеваний, ничего не было. И на улице у меня растут перчики, тоже ничего, никаких признаков заболеваний не было. Даже на улице перчик, который прорастает, видите ни одного нет увядания. Но сегодня утром, как всегда делай свой обход после кормления живности, я обнаружила вот такую ситуацию. перчик начал увядать. Знаете как мне было обидно? Тут холешь, лелеешь, трясешься над ними. Максимально усилий прикладываешь в том, чтобы вырастить красивущие перцы, без применения всяких таких вот магазинных препаратов и вот на тебе. Так вот прям так было мне сегодня с утра обидно. Причем я хочу показать вам, что представляет из себя этот перчик. Он полностью усыпан крупнейшими плодами. Крупнейшими. Просто их такое огромное количество. Я сначала было подумала, что он может быть увядает от, ну вот уже возрастное у него увядание, поскольку слишком много плодов на нем. Но выяснять причину я не буду. Поскольку у перца существует несколько видов увядания и самые опасные это бактериальные, которые поражают корневую систему и уже не дают по веточкам, по стеблям, значит по стволу подниматься жидкости и давать питание растению. И вот знаете, с подобной ситуацией я столкнулась несколько лет назад и тогда мне один агроном подсказал, что я должна иметь всегда в своей аптечке, такой садовой аптечке, вот такой препарат янтарин. Я его купила и вот поверьте, он еще у меня почти полный, ну наверное половину только израсходованный и лежит уже года три точно. Сроки у него еще есть. Так вот, этот янтарин, этот препарат предназначен не только для стимуляции роста и повышения урожайности, но и для профилактики, лечения огромнейшего количества болезней и для когда растение переносит всякого рода стрессовые ситуации. Вот с чем может быть связано такое поведение растения? Скорее всего с тем, что у нас произошло резкое понижение температуры и были сильнейшие ливни. А поскольку у меня эта теплица не защищена от внешней почвы, то конечно же влага в большом объеме поступила и внутрь. Скорее всего вот такое произошло стрессовая ситуация для растения, а может быть корневую систему поразили какие-то грибковые заболевания. Я не собираюсь выяснять причину, я просто буду экстренно спасать ситуацию. И я вам хочу сказать так, не знаю какая стоимость будет янтарина у вас в городе, в вашем районе, где вы живете, но у нас это в районе наверное где-то 90 или 100 рублей. Хватит его на несколько лет. Я буду, я кстати этот янтарин использую для клубники, для когда деревья начинают прибаливать, особенно молодые саженцы, когда сажают, чтобы вот этот стресс они переносили легче. Так вот, сегодня я еще раз убедилась, что мой рецепт и мой метод лечения перчика правильный. Я посмотрела канал про светок и там точно так же специалист рассказывал, что любое растение, абсолютно любое, какое для профилактики или для лечения особенно грибковых заболеваний нужно использовать янтарин. Ну в комплексе с аммиаком. Если сделать такую комплексное лекарственное средство для растения, то тогда значит янтарин будет лучше усваиваться. И еще можно использовать два метода лечения и подкормки. Поверьте, янтарин это еще и отличнейшая подкормка. Можно под корень и значит вне корневую, то есть путем опрыскивания. Но смотрите, под корень это будет малоэффективное лечение, поскольку янтарин настолько ценен для почвы, что почва быстренько его поглотит и само растение, в данном случае наш сладкий перчик, практически его не успеет съесть столько, сколько ему необходимо. А вот если мы обильно польем сверху путем опрыскивания, значит мы подпитаем его необходимым количеством янтарина. Многие люди, наверное, знают, что янтарная кислота, она очень полезна как для человека, так и для растений. А вообще янтарная кислота, если кому-то неизвестно, это очень важное вещество, очень важный микроэлемент как для человека, но также и для растения. В медицине его применяют для лечения суставов, для лечения сердечно-сосудистой системы. Ну а в садоводстве янтарин, янтарную кислоту применяют, ну в общем-то имеет он большой спектр действия и в общем применяют, начиная от того, чтобы растение легче перенесло пересадку, применяют для рассады и уже заканчивая лечением разного рода бактериальных заболеваний. В данном случае я хочу сейчас, не выясняя, какое у меня это идет увядание, бактериальное или какое-то другое, я буду применять янтарную кислоту для стимуляции, причем не только для этого акустика, но и для всех остальных. Как мне необходимо его применять? Значит, в инструкции написано, на 10 литров нам потребуется 15 миллилитров янтарина, то есть это, я замерю, у меня есть мерная ложечка на 15 миллилитров. А вот для того, чтобы янтарная кислота лучше усваивалась растением, я буду использовать еще и аммиак. Нам потребуется 2 столовые ложки. Я это говорю все, расчет, на 10 литров воды, то есть на ведро воды. Так, еще раз повторюсь, 15 миллилитров янтарина и 2 столовые ложки аммиака на ведро воды 10 литровой. И хорошо все перемешать и путем опрыскивания подкормить не только перец, но и томаты, и баклажаны, и всю свою овощную культуру. Сейчас уже середина лета. У многих людей наблюдается проблема плохой урожайности, то есть вроде все растет, либо не завязывается, либо болеют растения. Давайте сейчас не будем мы изобретать велосипед, давайте мы сейчас не будем ничего придумывать, как народными средствами, мы будем восполнять, значит, утерянные запасы, а уже будем пользоваться проверенными средствами, которые не только я вам рассказываю о них, но о этих средствах горят ведущие специалисты, именно ведущие специалисты. Я вот недавно смотрела канал, я уже вам сказала, очень хороший, значит, где именно ведет, рассказывает специалист, так вот он там говорит, что янтарную кислоту не надо по отдельности применять, а только с аммиаком, с нашатырем. Поэтому применять данное средство можно как для томатов, так и для болгарского перца, сладкого перца, так и для огурцов. Если что-то пошло у вас не так, если у вас есть проблемы с урожаем, если вы видите, что растения ваши растут неполноценно, идите, приобретайте янтарную кислоту в любом вашем магазине, в любом киоске садоводства, и начинаем усиленно подкармливать. Это не реклама, вы знаете, я на своем канале никогда не рекламирую ничего, я не работаю с рекламодателями. Я просто хочу до каждого из вас донести тот метод, который еще способен вам спасти ваш урожай. Конечно, о каком урожае может быть речь, если посмотреть, опять все гремит, опять все сверкает. Три дня назад у нас было 38 температура, то есть 38 жары, а сегодня уже было плюс 13. Конечно же, любое растение перенесет сильнейший стресс. Я решила все-таки не сразу выкладывать это видео, а подождать пару-тройку дней, чтобы посмотреть на результаты. Не очень хочется лишний раз вводить заблуждение своих подписчиков. И вот, пожалуйста, на третий день перчик встал, все листики распрямились, то есть янтарная кислота вместе с аммиаком сработала. Так что, дорогие мои, не выясняйте причину, почему у вас заболел перчик. Приступайте к незамедлительному лечению янтарной кислотой вместе с аммиаком и заодно проведите подкормку остальным овощным культурам. Теперь я вот покажу вам огурчики. Помните, мы сажали вместе с вами через семена огурчики. Эти огурчики, значит, F1, скороспелый урожай. Сажаю я их где-то с 10 по 20 июля, и будут у меня поздние огурчики. А теперь я вам покажу. Сейчас у меня прикопаны пасынки низкорослых помидор. Если у вас есть пасынки, обязательно прикопайте и поливайте каждый день. Скоро мы с вами будем вместе сажать поздние помидоры. И у вас будут помидорчики, свежие, прекрасные, ароматные томаты до самых морозов. На этом, наверное, все. Я желаю вам терпения. Я желаю вам хороших урожаев. Я желаю, чтобы ваши растения ни в коем случае не болели. А если вдруг и заболели, то быстро выходили из этого ступора. Как всегда, только крепкого здоровья и самого хорошего настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok